мы продолжаем разговор про историю христианских королевств испании второй половине 14 15 веков и переходим к разговору о об истории короны арагона нас будет интересовать в рамках этой лекции история арагонской короны при педро четвертом церемонном его детях а затем при представителях младшей ветви династии трастамара но в рамках этого эпизода педро четвертый церемонный хуан первый охотник и мартин первый гуманный следующий эпизод в рамках этой же лекции будет посвящен как вы видите еще трем королям фернандо первому де антекера альфонсо пятому великодушному и хуану второму великому а прежде чем говорить о политике педро четвертого и его детей надо сделать несколько небольших вступительных замечаний касающихся относящихся да к короне арагона в целом прежде всего по сравнению с кастильей это конечно предельно децентрализованный политический субъект по сути корона арагона на момент о котором мы говорим то есть на середину 14 века состоит из трех больших частей из королевства арагон из завоеванного при хайме первом королевства валенсия и из принципата или княжества каталония эти три практически автономных объекта объединяются в еди под единой короны за счет личной унии за счет договоренностей знати за счет собственно говоря системы политических пактов прежде всего да то есть с одной стороны это децентрализация здесь же прямо на следующее из этого гораздо более слабая по сравнению с той же кастильей королевская власть обладающая гораздо меньшей чисто имущественной если хоть если угодно экономической базой своего могущества на момент правления педра четвертого королевский домен то есть территории находящаяся в непосредственном владении и управлении королевским домом составляли меньше 30 процентов от всей территории арагонской короны в то время как вот это вот больше 70 процентов это владение городов и разных представителей знати а с другой стороны и соответственно да любое решение арагонской короны любого из его представителей да любое решение любая политическая акция любой любой любая программа реформ все это всегда было необходимо обсуждать причем обсуждать последовательно всегда отдельно да на кортосах арагона на кортосах валенсии на кортосах каталонии считанные разы собирались единое кортос и всех трех двух королевства одного княжества то есть обычно они все-таки собирались по отдельности наконец нельзя упускать из виду что даже внутри вот мы говорим там королевство арагона да королевство валенсии княжества каталонии даже внутри этих объектов не было чаемого единства сословия которые зачастую оказываются более раздробленными чем в соседней кастильи кортосы в которых собираются три а иногда четыре отдельных как бы сказать руки четыре отдельных палаты да они назывались в данном случае руками рука знати рука прилатов то есть церкви королевская рука это представители городов но еще четвертое незнатное рыцарство которое при поддержке королей составляло серьезную силу противостоящую грандам иногда потому что не всегда это удавалось гранды разумеется этому противостояли ну и наконец еще одна вещь еще одна особенность арагонской короны на которой тоже стоит сосредоточить внимание она видна даже вот на карте которая сейчас на экране это в известной степени средиземноморский характер арагонской монархии значительную часть перенейского полуострова те это реально контролировала все таки кастильская корона арагону оставалось что северо-восток и восток полуострова северо-восток и восток полуострова и дальше либо французские владения напрямую границу с Францией я имею ввиду графства Руссельона и Сарданги либо уже средиземноморские владения это Болярские острова Майорка и Минорка это итальянские владения арагонской короны то есть Сицилия Сардиния Корсика и потом Неаполь то есть арагонских королей всегда тянуло причем зачастую физически как того же Альфонса Великодушного всегда тянуло куда-то либо на север либо на восток но только чтобы не оставаться на полуострове то есть это не в полном смысле слово перенейская монархия вот здесь очень любопытная черта которую на которую стоит обратить внимание да то есть это с одной стороны больше чем перенейская монархия с другой стороны местами меньше чем перенейская монархия и на вот этом фоне перейдем к разговору про Педра IV и его стало быть детей уже из того что приведено на слайде а это пока то что касается внешней политики короны это пока еще не затрагивает его внутренней политики да уже из того что касается войн и дипломатии видно что Педра IV был не самым типичным для Арагона монархом решительный самовластный авторитарный лидер пытавшийся утвердить свою власть и шедший во многом наперекор принятым нормам наперекор принятым установлениям одним из образцов для него служил в сфере культурного строительства в частности для него служил Кастильский король Альфонсо X мудрый именно Педра IV приказывает сделать полный перевод на Кастильский язык семипартид Альфонсо X еще целого ряда текстов созданных в скриптории Кастильского короля и собственно он во многом равняется напишет себя вот с Альфонсо X но давайте обратимся все-таки к его внешнеполитическим проектам прежде всего он обращает внимание на отделившееся де-факто королевство Майорки и предпринимает ряд усилий к инкорпорации королевства Майорки в корону Арагона с этой целью он инспирирует процесс против Хайма III короля Майорки официально тот является вассалом Педра IV и Педра IV инспирирует процесс обвиняя Хайма III сначала как непокорного вассала а затем и как предателя вызывает на суд в Барселону тот не является чем дает Педра IV полное основание начать войну он силой обладевает королевство Майорки смещает Хайма с трона собственно и включает королевство Майорки в состав своей короны при этом обратите внимание что всяческие перипетии существовавшие именно в этом отношении привели к тому что официально официально королевство Майорки стало частью уже составной частью Арагонской короны лишь в 1375 году соответственно параллельно параллельно с этим Педра IV распространяет свое влияние на юго-восток на Сицилию он заключает брак с Элеонорой сицилийской собственно Элеонор принесет ему трех детей двух сыновей и наследников это Хуан будущий Хуан I и дочь Элеонору которую выдадут замуж за Хуана I Костильского и которая собственно станет матерью я напомню Энрике третьего болезненного таким образом Фернандо Дэн Текера когда он будет выдвигать свои претензии на трону королевства Арагона о чем мы еще поговорим он их будет выдвигать видите да как собственно говоря правнук правнук или внук как правнук конечно как правнук Педро IV в том же году что и заключение брака в 1348 Педро IV нанесет окончательное поражение унии арагонской знати в сражении под Эпилой он разгромит войска унии и демонстративно отменит привилегии унии собственно демонстративно он достанет из-за пояса кинжал да и перед глазами собравшиеся знати разрежет привилегии унии разрежет пергамент на котором они будут написаны что собственно и даст ему еще одно прозвище его будут потомки называть церемонным но будет еще одно прозвище которое реже звучало и было гораздо менее официальным его будут звать Педро Кинжальчик Эль Пуньялете а соответственно разобравшись с знатью причем все это обратите внимание да и сицилийский брак и война с унией все это идет на фоне черных смерти выкашивающий довольно сильно население и Каталонии примерно до 40% в ряде регионов Каталонии умерло население и Арагонской короны это все идет на фоне чумы разобравшись с собственной знатью и укрепившись на Сицилии Педро обращает внимание на Сардинию с этой целью он развязывает войну с Генуей в 1951 году и выигрывает ее Сардиния станет зависимым от Арагонской короны островом а затем и владением Арагонской короны хотя для того чтобы окончательно усмирить бунты на Сардинии потребуется еще несколько десятков лет наконец в 56 году Педро четвертый ввяжется в войну с своим Кастильским тезкой с Педро первым жестоким и начнется война двух Педро о которых я коротко уже говорил в одном из предыдущих эпизодов обращая внимание на внутреннюю политику Педро четвертого стоит начать с знаменитых Ординатьонс Дель Рей королевских уложений 1344 года это подробнейший трактат документ имевший даже не трактат а скорее установление уложений то есть нормативный документ регламентировавший во-первых придворный церемониал начиная с коронации скоронационного ритуала короля Эрагона и дальше регламентировавший должностные инструкции фактически всех представителей двора это было сопоставимо вот если это сопоставлять с кастильскими аналогами это развернутый вариант девятого девятого титула второй партиды собственно и вообще наверное развернутый вариант второй партиды Эльфонсу десятого то есть партиды в которой шла речь о политическом устройстве королевства о короле его дворе его родственниках и так далее вот это все содержится в уложениях 1344 года характерно что написаны они были разумеется на староарагонском а уже при Филиппе втором в второй половине шестнадцатого века по инициативе первенца Филиппа второго Дона Карлосом эти уложения были переведены на Кастильские и изданы уже типографским способом соответственно дальнейшие реформы Педра четвертого и его наследников могут быть разделены на реформы центрального управления реформы местного управления реформы образования и отдельно особняком извините строительная политика центральное управление прежде всего Педра четвертый создает так называемые депутации кортасов и женералитеты действующие по сей день органы это как бы сказать органы кортасов действующие в промежутках между созывами когда когда не созываются большие составы кортасов да полные действуют вот эти вот депутации решающие те или иные вопросы управления эти органы депутационис де кортс действуют до сих пор и они являются одним из основных органов местного самоуправления Каталонии Арагуна ближе к концу правления Педро он утверждает должность местоблюстителя королевства по костильски это лугар тэнгент или локтэненс если по староарагонски локтэненс по сути это позиция вице-короля и собственно при хуане первом охотнике при преемнике Педро четвертого впервые прозвучит уже слово вице-король да вир-рей так будут называть представителя короля личного представителя короля во-первых в других регионах короны то есть король король не может одновременно быть во всех частях своих владений и поэтому отдельный такой местоблющитель или вице-король назначался на Сицилию отдельный вице-король был мог быть в Каталонии или в Валенсии мог быть когда я говорю мог быть это означает что должность вице-короля пока еще имела такой немножко экстраординарный оттенок то есть в случае нужды она появлялась при правителях династии Трастабора например можно вспомнить что когда Альфонсо Пятый великодушный почти все свое правление находится за пределами королевства собственно говоря в итальянских своих владениях его жена Мария и его брат Хуан будущий Хуан второй великий являются его как раз представителями местоблюстителями в пиренейской части владения реформами Педро четвертого усиливается должность юстициария киролевства которому переподчиняются все апелляционные суды и де-факто юстициарий верховный юстициарий Арагона и верховный юстициарий в Каталонии они фактически возглавляют всю судебную систему арагонской короны и усиливается позиция верховного счетовода местр рациональ это по-другому не сказать боюсь главный бухгалтер монархии в его непосредственно наверное да главный бухгалтер потому что в его непосредственное полномочия входило в частности определение жалования всех придворных лиц ему Педро четвертый переподчиняет казначея королевства и на него же замыкаются полномочия всех бальги королевства то есть сбор налогов распределения собранных средств при альфонсо пятом великодушном отдельные местры рациональ да отдельные вот эти счетоводы бухгалтеры появляются для разных частей королевства то есть появляется местр рациональ королевства валенсии появляется местр рациональ каталонии появляются отдельные местры рациональ в графствах Руссельона и Сарданге на уровне местного самоуправления Педро четвертый институционализирует существовавшую еще со времен Хайме первого но имевшую такой экстраординарный оттенок систему местных губернаторов и стоявших как бы подчинявшихся им местных прокурадоров прокурадоры занимались в основном как раз сбором налогов все дела имевшие отношение к морской торговле выделяются с восьмидесятого года с 1480 в ведомство консулат дель марс то есть морских консулатов главным являлся морской консулат Барселоны затем появляется консулат Валенсии составляется отдельное либре дель консулат дель мар то есть свод морского торгового права и начиная с конца 14 века морская торговля становится в принципе такой автономной отраслью внутри правовой системы королевства и во многом внутри административной системы бедер четвертый основывает два университета во своем королевстве тем самым нарушая образовательную монополию университета леведы существовавшего со времен хайма первого он создает университеты в перпеньяне и в уэске ну и не буду уже отдельно комментировать он ведет активную строительную политику при нем строится целый ряд и оборонительных и политических политически важных объектов по всему королевству отдельно отмечу только одну постройку о которой буду говорить в следующей лекции это королевская усыпальница в монастыре Поблетт это своеобразный такой давайте я заберу в кавычки то что скажу это центр некровласти центр где покоятся мертвые властители в ситуации когда короли постоянно перемещаются из города в город когда король никогда не сидит на одном месте в ситуации когда отсутствует столица в нашем понимании этого слова появление фиксированного королевской усыпальнице монастыря Поблетт костильский аналог будет картуха Дамила Мерафлорес поначалу становится такой попыткой зафиксировать власть ну хотя бы на уровне одного центра захоронений да такое формирование на самом деле точки некровласти но об этом еще поговорим отдельно спасибо спасибо